Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес. Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес 0 часов 16 минут 12 мая 2020 года, обновлено 1 час 0 2 минуты 12 мая 2020 года, знак авторского права РИА Новости, Владимир Остапкович, листы с денежными купюрами. Знак авторского права РИА Новости, Владимир Остапкович, Москва, 12 мая РИА Новости. Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследований РИА Новости Звездочка. Доля малого бизнеса в экономике Малый бизнес является одной из основ успешного развития экономики, во многом определяя ее гибкость и устойчивость к неблагоприятным факторам. Кроме исключительно экономического аспекта, малый бизнес несет на себе значительную социальную составляющую, обеспечивая занятостью значительное количество людей и способствую росту благосостояния и, как следствие, качество жизни населения. В России, по сравнению с другими странами, роль малого бизнеса еще недостаточно высока. По оценкам экспертов, доля малого бизнеса в экономике России составляет около 20% в ВВП, в развитых европейских странах превышает 50%. Таким образом, потенциал развития этого сектора для России далеко не исчерпан. Уровень развития малого бизнеса и степень вовлеченности занятых в эту сферу в разных регионах зависит от целого ряда факторов, в числе которых развитие инфраструктуры, платежеспособный спрос на товары и услуги, доступность заемных средств, тарифы на энергоресурсы, особенности правового регулирования в регионе в сфере бизнеса, природно-климатические факторы и так далее. Как считали для выявления региональных различий, эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по степени вовлеченности населения в малый бизнес. В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы по итогам 2019 года. Это можно назвать предкризисной точкой отсчета, позволяющей в дальнейшем оценивать масштабы тех негативных последствий, которые может привнести экономический кризис, обусловленный пандемией. В целом по стране на долю работников малого бизнеса, включая микропредприятия, по итогам 2019 года приходится 15% от общей численности рабочей силы, или 11,3 миллиона человек. Причем по сравнению с 2018 годом произошло снижение доли занятых с 15,5%. При этом доля занятых в малом и микробизнесе существенно отличается от региона к региону, ее значение изменяется от 23,8% до 1,7%. Вчера 17,09 распространения нового коронавируса Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал регионы с высокой долей и занятых в малом бизнесе лидерами рейтинга являются Калининградская область и Хабаровский край, где на долю работников малых и микропредприятий приходится 23,8% рабочей силы региона. Примечательно, что оба региона находятся на крайних рубежах страны на востоке и западе. Эксперты полагают, что близость к Калининградской области к странам Евросоюза и, с другой стороны, близость Хабаровского края к Китаю оказывают стимулирующие действия на развитие малого бизнеса в этих регионах. За ними следует Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область и Москва, где значение показателя превышает 20%. Всего же доля работников малых и микропредприятий превышает общероссийский уровень у 28 регионов. В первой двадцатке рейтинга присутствуют регионы с различным уровнем экономического развития. Если в экономически развитых регионах высокая доля населения, занятого в малом бизнесе является результатом мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в слабых в экономическом отношении регионах малый бизнес является способом заработка на жизнь значительной доли населения, которая не может найти достойную работу на крупных предприятиях. 8 мая, 05-25 распространение нового коронавируса исследования, оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое аутсайдеры. Рейтинга в аутсайдерах находятся преимущественно регионы северо-кавказского и дальневосточного федеральных округов. Последние места занимают Инбушетия, Тува, Чечня, Республика Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, где на долю занятых на малых и микропредприятиях приходится менее 5% рабочей силы. Еще в 14 регионах доли занятых в малом бизнесе находятся в диапазоне от 10% до 5%. В регионах, замыкающих рейтинг, невысокий показатель вовлеченности населения в малый бизнес во многом объясняется значительной долей неформального сектора экономики, который обеспечивает занятость значительного числа населения. Так, по данным Росстата, доли занятых в неформальном секторе экономики в большинстве регионов северо-кавказского федерального округа, которые превалируют в последние десятки, превышает 45%, в отдельных регионах превышает 60%. 7 мая 07-24 распространения нового коронавируса владельцы малого бизнеса рассказали о своей борьбе с коронавирусом. Оборот малых и микропредприятий явным лидером по обороту малых и микропредприятий является Москва с показателем 14,6 трлн рублей. Далее следует Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область, где по итогам 2019 года оборот малых и микропредприятий превысил 5 трлн рублей. Еще в шести регионах оборот малых и микропредприятий был в диапазоне от 1 до 5 трлн рублей. Самый низкий оборот малых и микропредприятий в 2019 году – менее 10 млрд рублей, в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Еще в четырех регионах оборот малых и микропредприятий был в диапазоне от 10 до 20 млрд рублей. Характерной особенностью является низкая взаимозависимость между долей занятых в малом бизнесе и оборотом в большинстве регионов, что связано с тем, что в разных регионах структура малого бизнеса существенно отличается, что и обуславливает разную суммарную производительность труда. Коэффициент корреляции между показателями для всех регионов равен всего 0,36. 1 мая 11-31 распространение нового коронавируса ФНС запустило сервис для выплаты субсидий малому бизнесу прогнозы на фоне пандемии. В настоящее время в условиях пандемии коронавируса малый бизнес относится к числу сфер деятельности, в наибольшей степени подверженных экономическому риску. Учитывая специфику организаций большинства видов малого и микробизнеса эксперты ожидают, что этот сектор экономики пострадает в наибольшей степени, а его доля в российской экономике может снизиться в 2020 году. В свою очередь кризис малого бизнеса приведет к росту безработицы и снижению доходов населения. В особенности уязвимы будут такие сферы малого бизнеса, как бытовые услуги, гостиничный бизнес, общественное питание, культура и досуг, физкультурно-оздоровительные деятельности и ряд других. И здесь в группе риска находятся именно те регионы, где эти виды бизнеса развиты в наибольшей степени. Поддержка со стороны государства, по мнению экспертов, смягчит действие экономической турбулентности, вызванной пандемией, но полностью нивелировать негативные эффекты и обойтись без последствия вряд ли удастся. 22 апреля, 19 часов 03 минуты представители малого бизнеса рассказали о трудностях в период пандемии.